Всем привет! Продолжаем знакомиться с языком Python или Python и используем для этого игру Minecraft, ну и локальный сервер. Так, что сегодня будем делать? Сегодня я придумал следующее. Познакомимся с контейнерами, ну с одним контейнером, который называется список, ну и он нам нужен будет для того, чтобы сохранять различные точки. Вот, различные точки. И потом, потом, потом будет возможность выбрать какую-то сохраненную точку для того, чтобы туда телепортироваться. То есть идея такая, мы где-то пришли, ну к примеру, если развивать, да, это все, то можно наполнить, создать такое меню, по которому мы можем строить, то есть очищать территории, строить какие-то здания, вот, и сохранять точку. Вот, потом идти в другое место, что-то там строить, потом еще в другое место, там вырвать шахту, в шахте, где-то глубоко под землей все очищать, вот, строить там что-то и сохранять точки. А потом, нужный момент, выбирать в меню нужную точку и телепортироваться туда. Да, вот, итак, с чего же мы начнем? Начнем с переделки предыдущего кода, вот, ну и для этого нам надо, так, это я выключу, вот терминал надо, наверное, да. Надо, надо, надо сделать какое-то, что-то по типу меню, да, и в этом меню у нас будет что? Ну, первое, там будет очистить территорию, второе, построить дом, ну, тот, который мы строили, вот, а чем мы его заполняли? А, лавой не надо, заполним, или пусть лава останется, нет, запустим водой. Вот, да, вот, и в дополнение к этому меню, то есть, вот, есть очистить, построить дом, и будет третий пункт, лот, сейв лот, поинт, да, то есть сейв мы будем сохранять какую-то точку, точку конкретно какую, то есть там, где находится игрок, вот, а если выберем лот, то там можно будет посмотреть список этих сохраненных точек, ну, и, собственно говоря, телепортнуться туда. Итак, начнем с самого верхнего, самого уровня, да, самый, самый верхний уровень, скажем так, это будет непосредственно меню, которое будет предлагать одно из действий. Ну, и для этого, для этого, можно это переделать, е-меню экшен, вот, и меню экшен будет у нас следующее, построить дом, там, предположительно, при выборе этого меню будут запрашивать, какой тип дома построить. Вот, и, то есть, первое, очистить территорию, второе, построить дом, и третье, лот, сейв, поинт, вот, и давать это не с нуля будем, а один, два, три. То есть, это перечисление, с перечислением вы уже знакомы. Дальше, 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 нужно, нужно, нужно какую-то функцию, так, это, е-меню экшен, и здесь, е-меню экшен. Так, build house, как-то, вот так вот. Так, для этого нужна функция, сейчас я ее создам, и это будет функция, так, я это временно удалю, вот, 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 вот так вот. Так, и какая нужна функция? Ну, функция будет называться меню процессинг, вот, процессинг. В этой функции будет идти обработка ввода, то есть, будет печататься наше меню, и, собственно говоря, будет ожидаться ввод. Вот, но перед тем, как что-то вводить, нужно же что-то написать. Я имею в виду, что нужно пользователя проинформировать, какие, какие варианты возможны. Соответственно, для этого будет вот такая функция, print menu. Вот, и в этом print menu будет написано, написаны, будут перечислены все варианты. Собственно говоря, вот эти варианты. Очистить место, построить дом и сохранить или загрузить точку. Вот. Значит, значит, меню процессинг начинается со следующего. Печатаем наше меню. Дальше нужно будет ввести нужную циферку. И это будет вот у нас переменная, будет хранить непосредственно номер. Соответственно, здесь обработки ошибок нету для упрощения, но по-хорошему нужно, конечно же, обрабатывать ошибки. Потому что пользователь может ошибочно ввести буковку, либо ошибочно ввести там не 1, 2, 3, а что-то еще там другое. Об этом надо пользователю сказать, но для упрощения этого я делать не буду. Но обращаем внимание, что по-хорошему это все нужно делать. Итак, меню процессинг. Что происходит? Печатается меню, дальше ожидается ввод нужной цифры. Ну, или под меню. То есть, по факту, что у нас получается? У нас получается 3 пункта меню. Очистить, построить и сохранить, загрузить. Соответственно, здесь надо вызвать нужные функции. Вот уже есть функция Clear Place. Ого, Clear Place принимает параметры, аргументом MC. Minecraft этот. Вот этот. Значит, передадим его вот сюда. Есть Clear Place. Так, MC. Дальше. Построить дом. Была функция Build. Ну, здесь первый тип будет строиться. Вот, ну, вы, конечно же, сможете сделать несколько различных домов, небольших, из них формировать там все, что нужно дальше. Так, вот. И, собственно говоря, третий пункт меню нас интересует. Что нужно здесь сделать? Здесь надо напечатать, вывести на экран под меню, да. Потому что, когда мы выбираем троечку Save Lo, то там должно напечататься, грубо говоря, что ты хочешь сделать. Сохранить, загрузить. Ну, и было бы неплохо еще вывести список уже сохраненных точек. Вот. Ну, и для этого надо бы еще одну функцию написать. Дев, например, Print Save Loat Point. Меню, вот так вот. И сразу же, вот давайте я вот так вот здесь и вызову. Вот. Теперь надо нам напечатать наши пункты, наши подменюшки. Ну, они будут выглядеть вот так вот. То есть, когда мы выберем троечку, нажмем Enter, будет напечатано вот это. Сохранить точку, список точек, list points, saved points, вот. Загрузить точку или teleport to point, так, короче, load. И удалить точку. Вот. Есть. Смотрите. Если мы выбрали пункт меню Save Lo, то, соответственно, идет что у нас? Печать. Есть. После печати нужно обработать вот пользователя. Соответственно, будет аналогичная строчка, да? Ну, ее можно сразу же скопировать. Вот. Submenu Index. И здесь нужно обработать все эти три точки. Ой, три, блин. Четыре под меню. Да? Четыре пункта. Один, два, три, четыре. То есть, что-то, что-то типа такого. Итак, по единичке, что нам надо сделать? Сохранить точку. Есть. По двоечке список точек вывести. По тройке загрузить. И по четверке удалить. Ну, к примеру, какие-то нам уже сохраненные точки не будут нужны. Ну, а для удобства, конечно же, что еще нужно при сохранении точки? Ну, нужно, чтобы пользователь ввел имя точки, чтобы ему было проще ориентироваться. Например, там, small house, там, или start point, end point, там, home, home 1, home 2 и т.д. и т.п. Соответственно, для yet.go желательно попросить пользователя ввести имя точки. Вот, вот так вот. То есть, point name равно. Здесь тоже никаких проверок на ошибку нет. Но, в принципе, все, что мы не ведем, все можно перевести в строку. Я думаю, это понятно. Вот. Итак, point name равно. То есть, point name будет содержать имя точки. Дальше нам нужно точку эту сохранить. Итак, в чем же сохранять точки? Конечно же, переменных мы не напасемся. И все равно количество вот этих объектов переменных, оно ограничено каждый раз. Ну, мы можем две переменных создать, там, point 1, point 2, там. И как-то в них сохранять, ну, не знаю. Но это проблема. И для решения этого всего, конечно же, есть контейнеры, данные. Контейнер это, ну, вот такой склад, скажем так, в который можно добавлять объекты. Вот. И контейнер, с которым мы познакомимся, это контейнер, он называется список. Итак, смотрите. Заведем глобальную переменную, назовем ее saved points. Вот. Равно вот, вот так вот. Так вот, теперь смотрите. Если мы переменную как-то назовем и сделаем вот это, то здесь, что, какого типа у нас переменная? Сразу же понятно, что переменная типа строка, потому что здесь двойные кавычки. Если же мы напишем единичку, то это переменная целочисленная. Если же мы напишем один вот так вот, то это понятно, что это переменная с плавающей точкой. Но нам нужен список, то есть контейнер. Вот. Квадратные скобки пишем. И здесь непосредственно будут у нас, давайте, лист, лист, сэйфт, поинт, поинт, вот. Квадратные скобки означают, что это будет список. То есть мы проинициализировали объект и сразу указали, какого типа он будет. Это будет пока пустой список. Можно вот так вот добавить в него элементов. Ну, у нас там элементы будут пары. То есть будет, будет, будет строка. Вот. То есть даже вот так вот, типа список, списков строка и непосредственно координаты. Вот. Ну, чуть-чуть, об этом чуть позже. Так вот, в данном случае мы сказали, что у нас будет лист сэйфт поинтс, будет типа список. Есть. Теперь смотрите, для того, чтобы сохранить, сохранить точку. Вот мы запрашиваем, запрашиваем имя. Теперь смотрите, у нас есть объект, список. И у этого объекта есть такая функция append. То есть добавить, да, добавить в конец новый элемент данных. Ой-ой-ой-ой, append. Вот, вот так вот. Мы можем, мы можем, что мы можем? Ну, мы можем, к примеру, добавлять туда строки. Вот. Но нам нужно не строки, нам нужно пары. Нам надо имя и к этому имени непосредственно координаты. Координаты мы знаем, хранятся, хранятся в векторе. Вот у меня открыто, смотрите. Это внутренний класс, внутренний, ну, свой объект, ну, класс. Вот. И координаты еще, что описывает класс, да. Он, класс, это описание более сложного типа, чем есть. Потому что координаты, они сложнее. Они, координаты, это такой составной тип из трех элементов. Х, Y и Z. Вот. Этот класс, вектор 3, он описан вот здесь, непосредственно в этом, в этой API-шке. Вот. Соответственно, его будем использовать. То есть, что такое классы и все такое, как бы, я думаю, позже будем разбирать в других уроках. Сейчас не суть важна. Самое главное, что, чтобы вы понимали, что класс описывает более сложный тип, чем есть. Потому что, ну, многих типов данных нету. Вот. И их нужно нам создавать самим. И с помощью вот такой конструкции класс, ключевого слова описания, можно создавать свои собственные более сложные типы. Вот. Так вот, что же нужно сделать для того, чтобы добавить в наш список непосредственно связки имя и координату. Смотрите. Вот список. Мы добавляем что-то. Что мы добавляем? Смотрите. Здесь в скобочках, здесь в скобочках что-то заключено. Что такое скобочки? Скобочки, вот квадратные скобки, вы уже знаете. Это список. А в скобочках мы можем, с помощью скобочек мы говорим, что это кортеж. Ну, что такое кортеж? Картеж вы можете гуглануть, но в целом кортеж это наборы из двух, трех и четырех значений. Ну, каких-то пар, да? Вот. То есть нам нужно наборы пар. Пара это что у нас? Имя точки и непосредственно текущие координаты игрока. Вот. Соответственно, список у нас будет состоять из имени и координаты. Имени точки и координаты. И так далее. И тому подобное. Вот. Соответственно, мы формируем наш список. Мы в него каждый раз будем добавлять вот такие вот пары. Вот. Вот, 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 вот. То есть по факту у нас список из себя будет представлять вот такие данные. То есть первый элемент списка, к примеру, будет вот P1 и V3. Ну, этот наш сложный тип с какими-то координатами. Дальше, если мы сохраним еще одну точку и дадим ей имя там P2, то вот второй элемент. То есть, соответственно, элементом списка будет вот этот объект. Так вот, чтобы доступиться к этому объекту, то есть нам надо извлечь, к примеру, первый элемент списка. А дальше, чтобы получить... Ну, дальше вы, короче, увидите, как доступаться. Давайте сейчас не будем распылять свое внимание. Итак, вот здесь идет сохранение точки. Дальше. Что по пункту 2? По пункту 2 надо вывести список всех сохраненных точек. И это можно сделать. Это можно сделать вот таким вот образом. Смотрите, если мы выбираем пункт меню 2, это у нас список сохраненных точек, то что здесь происходит? Смотрите, вот такой цикл есть. И здесь две есть непосредственно перемены. И что в этом цикле мы делаем? В этом цикле мы перебираем все значения нашего списка. И непосредственно элемент списка будет храниться вот в этой переменной. А индекс списка вот в этой. То есть можно взять обычный for. Опять-таки там вот по типу while, где у нас тут вот цикл while. Мы можем, мы можем, смотрите, мы можем, чтобы перебрать все элементы списка, достаточно написать for, там, элемент in list saved points. И с помощью этого цикла, то есть на каждой итерации мы будем проходить по каждому элементу. И доступаться к каждому элементу можно непосредственно вот здесь внутри, например, print e. Мы сможем печатать каждый элемент списка. Но нам же нужно потом как-то доступаться. Нам надо индекс, индекс элемента. А индексация начинается с нуля. Так вот, для того, чтобы запомнить индекс, то нам бы надо было бы еще вот так вот. Индекс равно 0. Вот, и дальше этот индекс, там равно индекс плюс 1. Вот. С каждым разом увеличить этот индекс и печатать его еще. Потому что будет список точек, и каждую точку нужно пронумеровать. Зачем пронумеровать? Потому что, когда мы захотим лод, мы сначала выведем список точек. Там будет 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, там, к примеру, 5 точек. И потом я захочу загрузить, ну, там, четвертую точку. То мне же нужно будет указать ее индекс. Это гораздо проще, чем каждый раз вводить имя точки. Так вот, есть специальный способ, чтобы вот этот цикл сократить. Вот, есть возможность в Python написать вот так вот. И dx, и val. И написать in enumerate. То есть, перечислить все элементы. Соответственно, непосредственно объект нашего списка будет храниться в этой переменной, а индекс вот в этой. И что здесь мы делаем? Мы здесь печатаем индекс, и потом непосредственно элемент, ну, непосредственно координаты. Давайте попробуем, попробуем хотя бы вот на этом этапе это все запустить. Так, что нам надо сделать? Надо вот здесь меню процессинг, вот, вот так вот, передать MC. И, в принципе, тут задержку можно даже не делать. Почему? А потому, что у нас каждый раз будет ожидаться какой-то ввод. Так, ну, давайте попробуем, 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 попробуем. Shift и в 10, запускаем. Итак, смотрим. Очистить пространство. Давайте попробую, попробую я подойти, подойти, подойти. Вот сюда. И проверим, работает или нет. 1. О, очистилось. Ух ты, что-то, что-то я нашел. Так, ладно, дальше. Сохранить точку. Давайте 3 выбираю. Опа, опа. И у нас где-то какая-то ошибка произошла. Сейчас будем разбираться. Троечку нажал. А, надо было не... Да. Да. Я нажал единичку, а потом, а потом, а потом. Секундочку. Да, я же тут вот ошибся, наверное. Так, подождите. Не, не... Думал, нашел проблему, пока не нашел. А, я нашел, я нашел. Я тут уже закомментировал. Вот невнимательность. В чем, короче, только что была проблема? Проблема в том, что... Ну, немного не так называлось. Вот это, 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 так, где мышка. Это такой копипаст был, соответственно, соответственно, на этапе... Вот на этом этапе, пока не запустится. Короче, ну, нет проверки на правильность введенных везде, там, этих переменных и т.д. И т.п. Только по факту, когда идет запуск, идет интерпретация, то вот там может и обвалиться. Вот, 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 вот. Вот так, давайте еще раз я запущу. Троечку. И троечка предлагает нам сохранить, ну, 4 пункта, да. Save, List, Lot. У нас рабочих пока только 2. Давайте 1 выберу. И Enter Point 1. Point 1. 1. 1. Сохранили. Давайте я сейчас выберу теперь опять тройку и выведу список. Надо двоечку нажать. Как вы видите, вот в нашем списке под индексом 0, самым первым элементом, хранятся вот такие вот наборы. Наборы, да. То есть, строка Point мы назвали и непосредственно координаты. Ну, давайте-ка я перейду-ка сюда. Есть. И сменю позицию. Сменю позицию. Вот. И сохраним эту точку. Так. Press Enter. Теперь давайте еще раз. Троечку. И выберем 1. И назовем его Point 2. Теперь опять троечку. И загрузим список 2. Как вы видите, есть две координаты, сохраненных в списке. И, как вы видите, координаты отличаются. Есть. Теперь. Что теперь нужно? Нужно еще добавить обработку двух пунктов. Первый. Ну, не первый. Первый, второй отработанный. Третий пункт меню. Третий пункт меню это загрузить точку. Ну, типа телепортнуться. Да, тут неправильное, наверное, название. Ну, мне все равно. Так. Что для этого нужно? Для этого нужно нам непосредственно запросить у пользователя ввести вот этот вот индекс. Потому что вводить индекс гораздо проще и быстрее, чем имя точки. Соответственно, зная индекс, мы можем сразу же доступиться к элементу списка. Вот, собственно говоря, это сейчас и сделаю. Итак, вот, собственно говоря, идет запрос. Введите номер точки. Ну, непосредственно индекс. Есть. Ввели. И в перемену индекс сохранили. Тут, конечно же, нужно проверить, выходит ли этот индекс, ну, больше ли он, чем количество элементов. Так вот, ввели. Дальше. Вот таким образом я непосредственно могу получить объект. Вы знаете уже, что объектом, сохраненным в списке, является вот пара. Ну, или кортеж. Да. Который состоит из двух значений. По индексу 0 это будет строка с именем. По индексу 1 это будет непосредственно координаты. Соответственно, вот я позицию получаю. Я сразу же по индексу, например, пользователь ведет 0. То я получу сразу же вот этот кортеж. И чтобы обратиться вот к этому элементу, ну, к этому значению, то мне надо обратиться к нему по индексу. И вот здесь я его указываю. Вот, если бы мне нужно было бы имя, то я бы вот здесь указал не 1, а 0. Если бы тут были наборы, ну, не пары, а из 3-4 значений, то было бы там, например, 2, 3, 4 и так далее и тому подобное. Короче. Смотрите. Получил индекс, получил координату. И вызываю функцию, с которой вы все уже знакомы, которая перемещает игрока. И вот по этим координатам. Вот. Дальше. И еще давайте сразу же реализуем. Реализуем. Прошу прощения, отвлекся. Зазвонили в домофон. Пришлось открывать. Да. Без 10 и 10 вечера. Но бывает и такое. Ладно. Я жив, я цел. И продолжим. Что я хотел сказать. А, надо сразу еще реализовать удаление точки. То есть в список с помощью append мы можем добавлять элементы. Точно так же мы можем удалять. Но я вам советую почитать, что такое списки и как с ними работать в Python. Потому что здесь уроки не более, ну они упрощены. Вот. А если все будет хорошо, я вам напоминаю, все будет зависеть от ваших лайков, комментариев, от вашего желания. Вот. То, конечно же, можно было бы запустить более подробные уроки. Вот. Либо же уже на более, ну используя более что-то посерьезнее. Вот. Но это все будет зависеть от вас. Так вот. Здесь все упрощено. Вот. На некоторых аспектах я не останавливаюсь. Поэтому сохранить, добавить в список значения мы можем. Точно так же мы его можем удалить. И удалять вот таким вот способом. Точно так же запрашиваем номер точки. Дальше. Вот такая есть del. Мы говорим, что нужно удалить что-то. Из чего-то. В данном случае из контейнера по индексу такому-то. И будет удалена точка. Итак. 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 Пришло время все испробовать. Так. Давайте-ка я сделаю вот так. Вот. Не 31. А 91. Вот. Чтобы. Ну если очищать пространство, то так. По серьезному. Так. Запускаем. Запускаем. И давайте-ка я очищу по очень серьезному. Вот. Перейду вот сюда. И сейчас как? Очищу это все. Так. Один. Во. Вот это я очистил. Так очистил. Есть. И теперь давайте попробуем. Попробуем. Че попробуем? Ну. Блин. Посохранять точки. Давайте. Первое. Троечку нажимаю. И сохранить единичку. И поинт один. Есть. Сохранили. Сейчас проверим. Троечку. Есть. Поинт один. Сохранена. Так. Сейчас-ка я поставлю время в день. Вот. И побежу. Побежу. Блин. Побегу. Вот. Хотя побежу тоже можно. Так. Давайте я тут расколупаю. Расколупаю. Пойдем куда-то, куда-то, куда-то. Забуримся, забуримся, забуримся. В глубину. Так. 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 Ой-ой-ой. Вообще все темно. Блин. Все темно. У меня факел на правом этом. Ну. Короче. Факел установлен. Вот. Надеюсь. Я. Ну. Я уже пробовал. Я как-то добурился до. 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 До лавы. Блин. Как тут. Ого-го-го. Вот. Буримся. 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 Ёлки-палки. Ёлки-палки. Я добурился до того, что выпал вообще. Ладно. Давайте-ка я сейчас телепортную сохраненную точку. Нажимаем тройку. Нажимаю тройку. И индекс. Ну. Индекс номер был ноль. Есть. Как вы видите. Я телепортнулся. Все нормалек. Блин. А я думал тут есть какой-то центр. Вот. Куда можно. Ну. Дорыть. А оказалось я дорыл до самого дна. И ушел в небытие. Не знал. Не знал. Давайте я еще. Еще что-то очищу. И сохраню точку. Или давайте вот так вот. Для проверки. Я. Сейчас упаду сюда. Опа. Упал. И сохраню. Сохраню эту точку. Так. Тройка. Один. Пойнт. Два. Теперь тройка. Где тут список? Двойка. Во. Две точки. И теперь давайте-ка я телепортнусь в точку. Где там три точку. Саму первую. Есть. Телепортнулся. Сейчас еще раз. Телепортнусь в точку. Теперь. С индексом 1. Вот. Телепортнулся. И теперь давайте-ка я сейчас поудаляю эти точки. Вот. Чтобы проверить, что все у нас работает. Так. Набираем тройку. И пишу 4. Удалить точку. И надо индекс. Индекс 1. Теперь проверим. Выведем список точек. Как мы видим. А точка осталась одна с индексом 0. Ну. Давайте сделаем все то же самое. Три. Дальше. Четверку выбираю. И индекс 0. И теперь тройку. И выведем список. И список пуст. Списка нет. По-хорошему надо было бы. Написать, что сохраненных точек нету. Но. Ничего страшного. И так сойдет. И давайте-ка я сейчас еще раз очищу. Попробуем самому интересную. Ну. В смысле интересно. Тут ничего такого не будет. Но очищу территорию вокруг себя. Во. Круто. 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 Да. Мир этот уже покоцан. Я правда еще. Ну. Честно говоря. Даже и не залазил. И не знаю. Как можно сгенерировать очень большой маленький мир. Какие вообще тут ограничения. Насколько он большой этот мир. И этого всего я не знаю. Но тем не менее. Это не мешает нам всем знакомиться. С Питоном или Пайтоном. И миром Майнкрафт. Опачки. Замочил я теленочка. Ладно. На сегодня все. Сегодня вы познакомились со списками. С таким контейнером. Вот. Надеюсь вам понравилось. Ставим лайки. Комментируем. Подписываемся. И все такое. Всем пока.